Всем привет! С вами Раиль, в эфире рубрика «Разбор и песен», и сегодня мне с вами хотелось бы разобрать песню Айовы «Маршрутка». И для начала исполню её вам как-нибудь. Попробуем. Я не искала глупые минуты, чтобы побыть, как раньше вдвоём. Перебила гору нашей посуды, на свадьбу дарили её. На первом свидании говорила, полейте в газели, как устроен мадон. Сказал, что слов не бросает на ветер, покаял сердце моё. Это не шутки. Мы встретились в маршрутке под номером один. Едем и молчим. Он говорит «Доброе утро», а я не слышу пута. Он жал мне руку сильно. Отвечу, как бывает, в лучших фильмах. В лучших фильмах. Сразу говорю, что песня не в моей тональности, поэтому так низко спел. Давайте приступим к разбору. Тут у нас немного необычные аккорды. Рассмотрим. А первый аккорд «ЦМ» на четвёртом ладу нижняя посадка. Второй аккорд «ГМ», то есть выше «ЦМ» берётся тоже на четвёртом ладу верхняя посадка. Да? Взяли? Аккорд «А» на пятом ладу. Барре, верхняя посадка. Можно её здесь взять. То есть простыми аккордами. И аккорд «Аш». Берётся на втором ладу. Вот такая постановочка. Самая неудобная из всех барре. Хотя нет, ещё неудобнее вот такая есть. Вещь. Ну вот, аккорд «Аш» на втором ладу. Но я её в куплете для удобства беру на седьмом ладу. Первая посадка. Можете её взять, если у вас это брать получается легче, чем с такой постановкой. И ещё аккорд в припеве у нас «Рэ диэс» септаккорд «Д» решётка «Семь». Пишется, обзначается на шестом ладу. То есть сначала берём аккорд «Д» решётка «Д» диэс «Рэ диэс». А потом убираем её центральную струну из трёх пальцев. То есть посерёдке пальцы убираем. Остаётся вот так. В общем, лучше вот так возьмите. Возьмите лучше четвёртым и пятым пальцем. На восьмом ладу. Вот аккорд «Д» семь. «Д» решётка «Семь» будет. Потом есть аккорд «Джи». Решётка. На четвёртом ладу. Верхняя посадка. Вот такие аккорды. Куплеты я начинаю. Конечно же, мы сегодня рассмотрим мою версию этой песни. Ну, как я чувствую её, как она звучит, какие бои больше подходят для этой песни, я вам сегодня покажу. Куплеты я играю простыми ударами вниз, приглушёнными рокерски. Беру аккорд «ЦМ». Ладошкой правой руки немножко как бы блокирую струны, чтобы приглушённый звук получился. И делаю удары вниз простые. Вот. Потом аккорд «Джи». «Джи» решётка «М». Также «А». «Си». «Аш». Ещё раз «ЦМ». Решётка «Джи». Решётка «М». «Ля». «Си». Простые удары вниз. Вот. Блокированными струнами простые удары вниз. Ладошку сильно вытаскивать на струны не нужно. Совсем звук не попадёт. Нужно вот такой вот приятный звук получился. И давайте попробуем со словами. «Я не искала глупые минуты, чтобы побыть, как раньше, вдвоём». «Беребила гору нашей посуды, нас ваду дарили её». Со второй страфы и первого куплета, где, так, слова «на первом свидании говорила о балете», я начинаю вот такой бой. То есть первоначальный бой продолжается, но третьим ударом, то есть у нас же четыре удара шло. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре заблокированных удара вниз. На каждом аккорде было. А теперь на третьем ударе мы открываем струны, то есть поднимаем руку и бьём по всем струнам. То есть если мы шли на басах, на басовых струнах играли. То есть на СМ мы играли на пятой и четвертой струне Приглушенными, ну, басовые струны На G решетка М мы играли на пятой, четвертой и шестой струне То есть три верхней басовые На Ля тоже на трех верхних басовых И на Аш тоже на трех верхних басовых струнах мы играли все это То теперь третий удар у нас будет пооткрытым Раз, два, по всем, снова по блокированной Понятно? Если у нас ладошка на двух первых стоит на струнах На третьей мы ее открываем, бьем по всем И четвертую уже как бы мы снова по блокированным струнам бьем Не блокированным, а, как сказать, приглушенным, да По приглушенным струнам Раз, два, по всем, по приглушенной G решетка М То есть два первых Это по приглушенным струнам, по басовым Третий удар по всем По открытым струнам И четвертый удар снова по приглушенной струне Вот Для третьего удара я приподнимаю ладошку И бью уже по всем И потом только сразу закрываю ладошкой снова Со словами На первом свидании говорил о палете Газели как устроен на пол Сказал, что слов не бросает на венте Поконил сердце мое Два удара на аккорде H Последний Чтобы показать, что кончился куклет И пошел прибев Это не шутки Мы встретились в маршрутке Бой у нас такой Первый круг аккордов у нас чередуется ЦМ Ц решетка М Ля А ФДС минор Я вроде его вначале не указал ФДС м у нас еще есть ФДС м аккорд И аккорд H В первой строчке В первой строчке слов у нас вот эти аккорды чередуются Аккорд и бой такой Естественно аккорд H я беру уже в припеве на втором ладу Потому что после ФДС м Мне удобно его взять на втором ладу А не сюда бежать на седьмой ладу Бой такой Аккорд С решетка М До диез минор То есть вниз Вверх Вверх Хлопок Если медиатором играете Вы как бы бьете И ладошкой блокируете Чтобы вот такой звук получился Или просто можете Снова же ладошкой по струнам бить Еще раз Вниз Вверх Хлопок Вверх Вниз Вверх Хлопок Вверх Аккорд А Вниз Вверх Хлопок Вверх Аккорд ФДС м Вниз Вверх Хлопок Вверх Аккорд Аж Вниз Вверх Хлопок Вверх Соединим все четыре аккорда Вверх, 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 вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вверх, вверх. Но среди этих... Среди этого боя нужно, знаете, акцент на чём делать? На ударе вверх. Вот, вверх идёт, его нужно делать резче, его акцентировать и, соответственно, выделять среди других ударов. Вот так я чувствую этот бой в этой песне. Дальше второй... А, ну давайте со словами. Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Ещё раз. Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Вторая строчка. Аккорд СМ, С решёткой М. Аккорд А. Дальше. Д-рёшётка 7. Рэ диэс, септаккорд. На шестом ладу. И аккорд G-рёшётка. И аккорд G-рёшётка. Продолжаем тот же бой. Вниз, вверх. Хлопок. Вверх. Аккорд Ля. Вниз. Вверх. Хлопок. Вверх. Аккорд Р diES. Септаккорд. Вниз, вверх. Хлопок. Вверх. Аккорд G-рёшётка. Вниз, вверх. Хлопок. Вверх. Дальше идёт третья строчка. Он говорит, доброе утро. И третья строчка играется такими же аккордами, как первая строчка. То есть С решёты М, Ля, Ф диэс минор и Аш, Си. То есть он говорит, доброе утро, а я не слышу утро. Он жал мне руку сильно, отвечу, как бывает в лучших фильмах. В лучших фильмах. В лучших фильмах. Так, в общем, когда заканчиваются слова, мы потом голыми аккордами проходимся. И на аккорде Аш говорим в лучших фильмах. И проходимся ещё раз, два раза всего. В лучших фильмах. Два раза. Давайте попробуем припев целиком спеть. Бой я вам показал. Он лёгкий, дворовый, простой. Как и песня простая. Эта песня простая. Пробуем. Это не шутки. Мы встретились в маршрутке под номером один. Едем и молчим. Он говорит, доброе утро. А я не слышу утро. Он жал мне руку сильно, отвечу, как бывает в лучших фильмах. И пошёл второй куплет за такта. То есть на аккорде Эш, Аш он говорится. Со слов «вижу» начинается второй куплет. Я вижу твой взгляд, с ним теплее с кадрами. Тут бой такой же, как в первом куплете второй страфы. То есть сразу начинайте с удара на третий рисунок. На третий движение, то есть. Хотел бы я сказать, чтобы правильнее было. В общем, надеюсь, понятно. Вот так звучит песня. Очень простая. Тут даже дальше показывать нечего. Куплет, припев, куплет, припев. В куплете одни аккорды, припев другие соответственно. На этом всё, ребята. Спасибо за внимание. Надеюсь, помог вам разобрать эту песню. Пишите в комментариях, что у вас не получается. Понравился ли разбор, то есть был ли он полезен. Получается ли у вас играть тот же бой, который я показал. Ещё раз спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. С вами был Раэль. И до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!